Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в X3 Рассвет Альбиона И мы продолжаем делать миссию, которую мы так неожиданно прервали в прошлой серии Миссия называется, да, сейчас скажу, как называется Называется Тур всей жизни, ну собственно это тип квеста такой За нее нам должны дать 2500 акций, но я пролетел там, по-моему это уже пятый сектор или шестой Может быть я уже точно не помню из шести, да, четвертый или пятый даже скорее всего Следующий будет пятый или шестой, ну в общем, в принципе ничего там интересного особого не было Мы просто прилетали в сектор, садились на станцию, ждали пассажиров и летели дальше То есть почему серия так прервалась неожиданно, просто-напросто игра крашнулась И я с этим ничего поделать не мог, просто пришлось вот так вот неожиданно оборвать эту серию И часть записи, конечно же, потерялась Вот, но самое интересное у нас впереди Сейчас нам нужно прыгнуть в сектор Омикрон Лиры И это сектор боевых действий И это мне очень и очень не нравится Поэтому я вот давайте сохраню сейчас еще разок На всякий случай, чтобы нас там как-то слишком быстро не убили Ну и попробуем прыгнуть туда Вот это вот самое опасное Я очень не хотел, чтобы попадались мне сектора именно боевых действий Куда мне нужно привезти пассажиров Но давайте, я не знаю К этим вратам попробуем Там просто станция ближе, может Повезет Игра как раз крашнулась у меня в прошлый раз Когда я зашел в этот сектор сразу Стоп Что в Омикрон Лире делает мой Мой ящер Для Омикрон Лиры еще Нет, зона боевых действий По-любому Что же тогда делает здесь мой Ага Я понял Это этот ящер, да Который приписан у меня к станции по производству щитов мелких У него не стоит получается Не стоит Так, так, так Миллинир Не стоит запрещенных секторов Поэтому да, поэтому он сюда прыгает Хорошо, ладно Нам нужно куда-то поворачиваться Вот там, к этой станции пристыковаться Комбинат легкого вооружения Альфа Окей Там кого-то или взорвали только что Или Там что-то страшное происходит Явно Какие-то Битвы Хотя Нет На битву не похоже Все тупо летят в мою сторону Ладно, стыкуемся По-моему, там несколько От лица президента, сенатора и аргонской федерации Несколько миссий получил Я что-то где-то потерялся Рудная шахта Эму в секторе Пояс Агилляр Так, Пояс Агилляр Вот, да Где у нас Пояс Агилляр У меня включено Нет, не включено русское Сейчас расклад, к сожалению А, вот Пояс Агилляр Недалеко, хорошо И это уже, по идее, должен быть последний уже сектор Да, все Успели прыгнуть Без, без тяжелых последствий Вход в систему Пояс Агилляр 43 километра до станции Но тут Уже тихо, спокойно мы А, это та станция, с которой мы начали Все, мы уже возвращаемся Мы, по идее, это закончили Провели тур всей жизни для этих пассажиров И, по идее, сейчас должны будем получить свои акции Все будет классно Я надеюсь Так, стыкуемся Стыковка выполнена От лица президента, сенатора и аргонской федерации С почетом приветствую Миссия выполнена Отлично Отлично Теперь у нас Да, проблемы корпорации То есть, нужно просто прилететь Дать какой-то совет полезный Отличная работа Пилот Все довольны Короче, вот тебе две с половиной тысячи акций Хорошо Тогда мы Прыгаем Пересаживаемся на наш кораблик Наш основной кораблик Неизвестный сектор Сейчас как раз мы посмотрим Как мы разместили станцию Удобно или неудобно Может ее надо еще куда-то подтянуть Как-то не очень удобно Не очень красиво Самое главное Ну, некрасиво, когда мы из врат вылетаем Надо ее как-то сейчас Ну, не сейчас, может потом Попозже когда-нибудь Или не на запись Уже я ее подрихтую Ее положение Но классно, что мы их двигать можем Также и астероиды Можно будет все кучкой Куда-нибудь в одну сторону передвинуть Допустим Удобно очень Так Стыкуемся Садимся на наш корабль Основной на М6 Добро пожаловать на вашу станцию Скирон Дополнительно Сменить корабль Все, ну наконец-то Я себя чувствую Как-то спокойнее на этом корабле Чем на любом другом пока что Ну и прыгаем в третье возвращение Так К этим вратам Запомнил Запомнил Ну и посмотрим, что нам расскажет сейчас Ну, по идее, ничего нового не расскажет Опять сейчас будет какая-то проблема Которую мы решим И получим еще немного репутации Давайте мы, кстати, посмотрим На статус пилота На наш Плюс 8 В первой десятке То есть максимум до 10 Да, мы можем Поднять отношения По идее Так Связываемся В чем дело Одна из планет Сильно Прострадала Да, это мы уже видели Отправим просто-напросто деньги Все И здесь была еще боевая миссия Давайте мы посмотрим, что там Ну, как-то я не знаю Но это не серьезно Какие-то копейки такие Предлагать Ладно Давайте Возьмемся Убежище жреца Зато быстро уничтожим Главное сейчас ворота угадать В какие прыгать Не угадал Да, не угадал Надо прыгать Вот эти ворота О А вот теперь угадал Так Убежище жреца Где ты маленький Что ты за воротами делаешь? Пиратский Ново Барон вынужден объявить Последнее предупреждение Может ты катапультируешься лучше? Пилоту баронов требуется помощь Нет, не хочет Ладно Как хочешь Все Миссия выполнена Можем возвращаться Хотя в принципе Тут враги На нас никто и не нападает Я лечу обратно В третье Возвращение Я как-то там Сектор Называется Все Я как раз Четко успел Упрыгать Упрыгать Ну и ждем Дальнейших Инструкций Дальнейшего Квеста По идее Сейчас уже должна Будет начаться Такая Дополнительная Сюжетка Как раз На получение Своего Собственного Сектора Мы уже подходим В принципе Где-то на середине Вот этой вот сюжетки Находимся Так Хорошо Вот ваши 120 тысяч Спасибо Они мне очень помогут В жизни Эти 120 тысяч Так Хорошо Что пишут А Десант Ну окей Десант Пока мне до десанта Еще немного рановато Лететь Подбирать его Я пока что Просто нажму на паузу И подожду Подожду Следующих Распоряжений Так Вот Пришло только что Сообщение Это как раз Начинается Мини Это сюжетка Очередная Не мини Она Просто сюжетка На получение Своего Собственного Сектора Здравствуйте Керт Даннер Как Только что Стало известно Один из держателей Акции Святые угодья Борон по имени Мулу До Был недавно убит Его личные вещи Были выставлены На аукцион На фабрика дронов Альфа В океан фантазии Вам лучше Поторопиться Туда 3000 акций Включены В лот 42 Обозначены Как Различные Бумаги Окей Наша задача Наведение Включено Показать Брифинг Один из держателей Акции Умер И его Акции Выставили На торги Океан фантазии Океан фантазии Как же далеко 160 батарей Никуда Так Хорошо И Стыковаться Нам Куда Надо Вход В систему Океан фантазии Фабрика Москит Фабрика Дронов Альфа Сообщение Ну это Меня зовет А нет Это еще Один десантник Дотренировался Отлично Вы говорите С автоматической Систем Что тебе нужно Карты Секторов Меня Не интересует Стыковка Выполнена Для Королевы Атреи И Королевство Барон Поговорить Я здесь Для участия В аукционе Вы немного Опоздали Аукцион Почти закончился Что насчет Лота 42 Это начинается Как раз сейчас Похоже Вы прибыли Аккурат Вовремя Что Куда Отдает Так А что мне Сделать Что мне Сделать Ну я Дам Сразу 170 Тысяч Что У меня Все я выиграл Нет Кто то еще Пытается Перебить мою ставку Гады 190 Моя очередь По идее Да Нет 200 Тысяч Кто то дал 220 Допустим Да Чтобы не сразу Так Гнуть Планку Палку 230 230 240 Сообщение 250 Мне необходимо Обсудить С вами дела Корпорат Так Нет Это не интересно 270 Допустим Интересно Могу ли Проиграть Аукцион 280 Хотя пока Деньги есть Я по идее Проиграть Не должен 290 300 Сейчас кто то даст Да 300 тысяч 320 Давайте так Или сразу Надо было Много денег Дать Главное Они все По 10 Да Тысяч Повышают А мне нужно Сразу На 20 Минимум На 20 Повышать 350 370 390 370 Я не знаю Когда то Рано или поздно Им надоест Я думаю 400 420 Кто то уже вышел Из торгов Хорошо 470 Ого 520 Сразу Такой Гот 530 540 590 Не хотят выходить 600 тысяч 610 Кстати Вот теперь По 10 Да Добавляется 660 Эти Тут тоже Торгаши Блин Так Ну я не буду Сильно поднимать Ого 770 770 820 Это же гадина По 50 тысяч Докидывает Ооо Так Еще от одного Избавились Товарища Хорошо 860 860 Ну ладно Я буду Тихонечко Наверное По 10 тысяч Добавлять Миллион 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 Двести Миллион А миллион Двадцать Миллион Шестьдесят Миллион 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 160 Да блин Надоел уже Когда же Бабки то Закончатся А их там Двое Еще Иногда Почему-то Ставки Один Делает А нет Зачем А у меня Показывает Потом Его Правильно Миллион Четыреста Двадцать Теперь Моя Очередь Да Все Правильно Четыреста Шестьдесят Блин Сколько Интересно Мне Сейчас Все Это Обойдется Безобразие Пятнадцать Миллионов Сейчас Если Да Мы сейчас Миллионами Будем Докидывать Уже По сто Тысяч Прибавляем Наверное Практически Сейчас Шестьсот Шестьдесят Он Сколько Докинет Семьсот Двадцать Ну там Недолго До сотни Семьсот Шестьдесят Ей 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 Ну Наконец То Мы Выиграли Этот Лот Что тебе Нужно Я бы Хотел Рассчитаться По моей Заявке На Аукцион Здесь Вот вам Миллион Семьсот Так Вот Держите Лот Сорок Два Различные Бумаги Некого Мол До Включая Три тысячи Восемьдесят Пять акции Святые Угодья Тревога Обнаружен Аномальный Груз А Что Аномальный Груз Что делать Что делать Заляпанный Кровью Дневник Не думаю Что у меня Осталось Много Времени Мой корабль Получил Тяжелый Урон И большинство Жизненно Важных Систем Повреждены Включая Жизнеобеспечение Есть Сведения Которые Я хотел бы Передать В надежде Что кто-то Подберет Мой дневник Там Где мой Путь Закончится Найдите На торговой Станции Теладе В свободном Уделе И скажите Ей Что я Скорее всего Мертв Она Передаст Вам Мои Исследования Которые Я оставил Ей на хранение Перед Началом Своей Поездки Так Добрая Моя Давняя Подруга Похоже Ваши Пречувствия В конце Концов Сбылись Пожалуйста Передайте Те записи Которые Я вам Оставил Нашедшему Этот Дневник Пусть Прибыль Будет Вашим Постоянным Спутником Все И он Умер Видимо На этом Так Хорошо Что дальше Так Можно В принципе Полететь В третье Возвращение Но это Очень Далеко Так Тут Нету Солнечное Случайно Не вижу Давайте Посмотрим Еще разок Куда Нас Отправляют Так Торговая Станция Тлади В свободном Уделе Свободный Удел Где у нас Свободный Удел Так Сложный Вопрос Сложный Светилище Оазис Семья Где же у нас Вот Свободный Удел До него Я не долетаю Ладно Тогда мы В третье Возвращение Быстренько Затаримся Солнечными Батарейками Ну и в общем Пока сейчас Еще Выполним Поручение Очередное Не поручение Совет Дадим Очередной По развитию Корпорации Вход В систему Третье Возвращение Связываемся Рабочие Наши Станции Объявили Забастовку Увеличить Заработные Платы Согласиться С требованиями Или Ну согласимся Ладно Посмотрим Что будет Так Хорошо Теперь Где мои Солнечные Не мои Но Солнечные Электростанции Это очень далеко Конечно Но Ничего не поделать Придется Солнечная Электростанция Л Бета Параниское Вет Что за задавний 600 за каждой Караволь Спасибо Все Мчимся со всех Ног За батарейками Но Пока что Я нажму На паузу Пока заправлюсь Потом Продолж Окей Заправились Теперь Значит Прыгаем В Сектор Свободный Удел Прыжковый Двигатель Заряжен На 10% Вход В систему Вход Видим Книжечку Маяк Маяк Что здесь Делает Мояк Торговая Станция Пеладин Так Хорошо Связываемся Я недавно Приобрел на аукционе Кое-какие Старые бумаги Принадлежавшие Такому-то Такому-то Среди них Было вероятно Последнее Из того Что он когда-либо Писал Там упоминалось Ваше имя И как говорится Вот я здесь Ах да Бедный старый Молодо Постоянно Искал Своего Журавля В небе Я говорила ему Что однажды Его Это убьет В записях Упоминалось Какое Какие-то Исследования Да Я загрузила Это в ваш Бортовой Компьютер Если вы хотите Продолжить Его работу Постарайтесь Не разделить Его судьбу Не беспокойтесь Я буду Осторожен Отлично Так Тормозим Тормозим Я наткнулся На кое-какие Странные Исследования Которые Убедили Меня в том Что должен Существовать Способ Обнаружения Неактивных Прыжковых Врат Которые Не подключены К сети Врат Я собираюсь Разобраться В этом Поподробнее Мне удалось Устроиться На работу В штаб Квартиру Терракорп Как я полагаю Здесь Могут Найтись Люди Которые Могут Помочь Мне В моих Исследованиях В идеале Лучше Всего Было Направиться К землянам Ведь Они Не так Давно Сами Строили Врата Однако С ними Сейчас Идет Война И они Вряд ли Благосклонно Отнесутся К Разнюхивающему Что-то Борону А наконец Есть Некоторый Прогресс В конструкции Врат Применяются Материалы Вызывающие Резонанс В определенных Типах Кристаллов Я собрался Собрал Простенький Сканер Но для Его Точной Настройки Придется Постараться Мне нужно Взглянуть На врата Построенные Землянами В Нептуне Я надеюсь Мне не придется Долететь Так Пронесло Несколько Напряженных Дней В пространстве Землян Игра В прятке С их Патрулями Удалось Произвести Наблюдение Их Врат И Получить Важные Данные Несколько Расслабившись Нос к носу С их Патрулем Они Гнались За мной Через Три Сектора Пока На пути Не появилась Рогонская Оперативная Группа Которая Отвлекла Их Внимание Сам Не знаю Как мне удалось Уйти живым Но Мне удалось Доковылять До штаб Квартиры КДПН Где я смог Остановить Оставить Корабль Для ремонта Страшно Подумать Во сколько Мне станет Его починка Корабль Восстановлен Во время Вынужденного Ожидания Мне удалось Произвести Калибровку Моего сканера Он показывает Наричие Слабого сигнала Так что Я собираюсь Отправиться Посмотреть Куда он Меня Приведет В настоящее Время Скрываюсь В убежище Наяны Показания Сканера Привели меня Прямо в зону Боевых действий Я Совершенно Не в восторге От перспективы Снова посетить Эту область После моих Недавних Там приключений Однако Я чувствую Что моя находка Близка Аргон Перейдет В наступление И надеюсь Что тогда Будет Несколько Безопаснее Наконец Аргон Пошел В атаку Я снова В пути Мои предчувствия Были правильными Показания Сканера Привели Меня В западную Часть Края Еретиков Но Здесь Нет Ничего Кроме Астероидов Котором Судя по Показаниям И должны Находиться Неактивные Врата Торчать Здесь Больше Нет смысла Поскольку У меня Нет с собой Оборудования Чтобы иметь Дело С астероидами Несколько Дней В пустую К счастью Путь Из зоны Боевых Действий Оказался Несколько Менее Хлопотным Заскочил В штаб Квартиру КДПН Заказать Кое-какое Горнодобывающее Оборудование А теперь Я на пути В свободный Удел Чтобы успеть Повидать Вот эту Подругу Перед тем Как я снова Отправлюсь В край Еретиков У меня Есть мысль На всякий случай Хух Так Расследовать Астероид Молодо Молодо Так Так Астероид Молодо Давайте посмотрим Брифинг Расследовать Астероид Только Астероид Ставим Утро Вгнуть Проверить Нашел он там что-то Или уничтожил Его Окей Давайте Я еще раз Сохранюсь На всякий случай И прыгаем 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 Куда мы прыгаем Ну куда-то тут Ооо В край Еретиков Как Не хочется Сюда Блин Совсем Не хочется В край Еретиков Это причем Уже Земной Сектор Да Ну ладно Мы сохранились Давайте попробуем Посмотрим Что из этого Получится Мне почему-то Кажется Что Не получится Ничего Ровным счетом Разве что Взять Пустельгу Вход Систему Край Еретиков Цербер Смотрите Красавцы Там Наши Как ни странно Полетели Быстренько Быстренько В толпу Наших кораблей По мне По мне Там Мелочь Стреляет Мелочь Это Не страшно Хотя Смотрите Как они Злостно Стреляют Ну и Пилотаж Крупный Астероид И тот Даст Тебе Фору Проклятие До встречи В АДО Там Сами С собой Общаются Нет Вот это Специально Для тебя Я не хочу Вас убивать Ребята Совсем Не хочу Хотя Там Мои турели Наверное Мои турели Вам Наверное Жару Задает Так Забастовка На нашей Фабрике Оконченной Производство Возобновлено Ни на одной Из других Наших Станций Пока Не повторится Подобных Выходок Так что Надеюсь Не повторилось Так Надеюсь Эта история Закончена Давайте Посмотрим Ну ладно Так Все это Замечательно Конечно Все это Конечно Замечательно Где Наш Астероид Я Не вижу Только Не говорите Что нам Нужно Только Не говорите Что нам Нужно К Нептуну Лететь По-моему Не нужно Пояс Астероидов Пояс Астероидов Круг Труда Круг Труда Пояс Астероидов Так Ладно Сейчас Давайте Почитаем Может Еще Сообщение Турельки Турельки Ищем Где Нам Нашел Астероид Так Показания С камеры Привели В западную Часть Края Еретиков И тут Ничего Нет Кроме Одного Астероида Так Смотрим Ладно Полетели В западную Часть Просто Пока Я его Еще Не нашел Да Видимо Западную Часть Разворачиваюсь Вот Куда-то Туда О Вот Ну Наконец Астероид Астероид На месте Астероид Нужно Поближе Подлететь Наверное Я могу Просканировать И Ничего Больше Не могу С ним Сделать Я По-моему Не брал Не брал Да Мобильную Буровую Установку С собой Будет Конечно Сейчас Не очень Приятно Если придется Возвращаться Домой За Мобильную Буровую Установку Чтобы Раздолбить Этот Астероид Пора Еще раз Сохраниться На всякий Случай Ну Уничтожить Уничтожить Блин Да Что 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 Так Я Не Уничтожу Это Точно Я Как Знал Как Знал Что Придется Возвращаться И Известный Сектор Так Да Где-то Там У кого-то Из этих Кораблей Должна Быть Мобильная Бровая Установка И Кстати Кстати Я Совсем Забыл О том Что Наши Кораблики Вот Этот Вот Точнее Один Кораблик Уже Наверное Перевыполнил Свои Задания Так Что У нас Дальше Так Прошу Прощения Меня Тут Немного Отвлекли Позвонили Как Вы Сами Поняли Давайте Сейчас Мы Пристыкуемся Уже Мы Готовы Пристыковаться И Найдем Сейчас Мою Мобильную Бровую Установку Если Она Конечно Не На Альбатросе Вполне Может Быть На Альбатросе Да Скорее Всего Именно На Нем У Кобры Нет У Ящера Естественно Нет У Ацелота Тоже Естественно Нет Жалко Так Посмотрим Что у нас Тут Есть Руды 2000 Толодяне Уже Куча 318 Расторного Масла Микросхемы Надо Кристаллы Надо И Кремниевые Пластины Еще Надо Нам Для Постройки Своего Первого Собственного Ящера Давайте Тогда Мы Так Во первых Отсюда Можно Улетать Улетать Кстати Можно Даже Не Улетать Сейчас Посмотрим Так Пристыковать Сюда Может быть Транспорт Что Что Я Хотел Сделать Не Статус Пилота Я Хотел Собственность Вот Этому Товарищу Дать Приказ Торговые Покупать По Лучшей Цене Кремниевые Пластины Пока Что Пусть Покупают Главное Давать Ему Делать Это Очень Долго Хорошо А И Кстати Сразу Наверное Я Верну Просто Альбатроса Моего Командная Консоль Навигация Прыгнуть И лететь На Станцию Давай В штаб Квартире Сейчас Где у нас Ворота Где у нас Ворота Тут Тихо Спокойно Никто Ему мешать Не будет Пристыковаться Так Сообщение Еще Один Держатель Акции Нашелся Интересно То есть У нас Параллельно Две сюжетки Идут Одна На получение Штаб Квартиры Да Одна На получение Именно Своего Собственного Сектора Так У меня Есть Этот Транспортер По идее Груз Давайте Посмотрим Мобильная Буровая Установка Вот она У него Я же Стоп Я могу Вообще Обмен Грузом Мобильная Буровая Установка Забираем Все Все И уходим Прыгаем В край Еретиков Батареек не хватит Там на обратный Путь Хватит Супер И Вот К этим Вратам Прыжковый Двигатель Заряжен На 10% Вход В систему Край Еретиков Я думаю Наверное Сейчас Мы как раз Сюжетку На Получение Своего Сектора Да Закончим Ну Может Ни в этой Серии Не закончим Будем Ее делать А потом Уже Продолжим С штаб Квартиры Там Еще Будет По-моему Два Задания Так Беру Мобильную Буровую Установку Включаем Циферку 2 Полетели Полетели Неужели Там Врата Будут И мы Их Активируем Так Хорошо Я не знаю Я не знаю Какая Дальность У мобильной Буровой Установки Наверное Недостаточно Было Еще Информация Дальность 4 Ну 5 Километра Так Где-то Но еще летит, попал только что, тормозим, тормозим, что, внимание, атакован один из ваших кораблей, зеленая чешуйка, давайте посмотрим на карте сектор, ух ты, ксенонский пи, так, ящер, блин, это если я сейчас тормозну и скажу ему прыгать, использовать прыжковый двигатель, то скорее всего его догонит, как надо было, он еще с этих врат, наверное, да, портанулся, но он дрона выпустил, буду надеяться, что дрона его защитят, хотя я в этом сомневаюсь, как-то очень, я не успею уже помочь ему, скорее всего, ничем, стыковаться, прыгнуть в сектор, я не знаю, куда-нибудь прыгай уже, давай, да, прыгают, дроны твои потом прилетят за тобой, нет, 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 атакован один из ваших кораблей, зеленая чешуйка, он успел, он успел, фантастика, он успел, вообще у него щиты там в ноль ушли, фух, по-моему, он даже не пострадал, да, корпус, а, нет, корпус он немного потрепал ему, фух, но это было стрёмно, хорошо, груза у него нету, батареи есть, боевые дроны еще остались, супер, все, можно запускать его дальше, торговая, торговца по вселенной, двое великих, все, я надеюсь, больше в зеленую чешуйку пока что никто лететь не собирается, а мы пока посмотрим на наши миссии, у нас их уже, вон, аж сколько, между молотом и наковальней, ломая основы, так, проконсультироваться нужно, то есть у нас, стоп, почему я не могу активировать наведение, а, или это я стрельнул из, да, установки этой мобильной буровой, и, так, возвращение акции пока что мы отключим наведение, и дела корпорации мы тоже отключим наведение, вот это вот тут не включается просто-напросто, хорошо, прыгаем тогда, куда в штаб-квартиру, с кем проконсультироваться надо вообще, я бы что-то пропустил, и где конкретно специалист по горной добыче, понятно, ладно, в штаб-квартиру будет КДПН, тут ближе всего, то есть, скорее всего, да, после того, как мы выстрелили, и результата не было никакого, а строит не раздолбился, то нам сказали, нужно проконсультироваться со специалистом, который нам, возможно, поможет, как мы все, наверное, знаем, все специалисты по горной добыче, по добыче астероидов, короче, в штаб-квартире КДПН. Так, и, кстати-кстати-кстати, пока мы летим, надо посмотреть, мы купили уже, да, кремниевых пластин, 92 штуки, давайте посмотрим, сколько нам нужно для производства кораблика нашего, кремниевые пластины, оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу, блин. Ага, все-все-все, приказы, командная консоль, нет команд, торговые, покупать по лучшей цене, что нам еще надо, кристаллы и микросхемы, кристаллы, но теперь для этого нам надо немного денег еще штаб-квартире передать, штаб-квартира, точнее не информация, а параметры. Деньги, 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 деньги. Давайте еще 4, вот так, еще 2 миллиона туда отправим. Так, все, будем надеяться, что все деньги мы не потратим. Все 2 миллиона на микросхемы. Консультант по добыче. Приветствую, у меня есть небольшая проблема с астероидом. Мне нужно разрушить его, но это оказалось довольно проблематично. Я предполагаю, что вы уже пробовали стандартный метод, мобильная буровая установка, ракеты и так далее. Да, никакого видимого эффекта. Есть один способ, который мы весьма эффективно использовали в подобных этому случаях. Мы брали старое грузовое судно, оснащали его, блин, дистанционным взрывателем, набивали его взрывчаткой, подгоняли вплотную к астероиду и взрывали. А это сработает? Никогда еще нас не подводило. Вы можете разместить один из этих детонаторов в каком-нибудь моем корабле. Несомненно, стыкуйте сюда грузовое судно, заплатите 75 тысяч кредитов, которые стоит установка взрывателя, и мы все для вас организуем. Спасибо вам за помощь. Блин. Доставить корабль класса ТЛ. Ладно, что у нас есть в этом секторе? Торговля. ТЛ у нас. Какой у нас самый простой? ТЛ? Тукан? Или гриф? ТС? ТП? Стоп. А нам ТЛ надо доставить? ТС, ТС, ТС. Я путаюсь иногда еще в маркировках некоторых. ТС, ТС. Это у нас ТС. Это ТП. Ага. Больше других нет. Значит, берем гриф. Один гриф. Берем. Окей. Нупульсная пушка. Так, тебе надо скорость, наверное, сразу поднять. Управление. Тебе ничего не надо совершенно. Ускорители. Ты не пользуешься все равно ускорителями. Патрульный программный модуль. Тебе подпрыжковые двигатели, батареи бы немного. Но сейчас мы это организуем. Сейчас мы это организуем. Так. Собственность. Тукан. Где-то наш гриф. А точнее не тукан, а гриф. Приказы, командная консоль, навигация, стыковаться с штаб-квартира. Хотя, подожди. Давайте мы для начала отправим его в обитель легенды. В штаб-квартиру АТОЗ. Чтобы поставить на него прыжковый двигатель. Чтобы нам не пришлось его вести. Вот так вот через все эти боевые сектора. Но я пока, естественно, нажму на паузу, пока он летит. И вернусь, когда уже он долетит. Так. Наш гриф уже стыкуется с штаб-квартирой КДПН. С установленным прыжковым двигателем. Я ему передал только что немного батарей. Думал щит с него снять. Но потом там единичка у него. Но я подумал, зачем он мне надо. Вы говорите с автоматической системой. Сообщение. Выберите корабль, который вы хотите оборудовать взрывателем. Так, мы приступили к работе. Над этим прямо сейчас я выйду на связь, когда будет все готово. Я надеюсь, это будет быстро. Нет, быстро не будет. Так, ладно. Посмотрим, чем там заняты наши кораблики. Квантовые трубки покупает. Квантовые трубки. Мало купил, мало купил. Надо еще. А, ну зато сейчас мы сможем поставить, покупать. Да, да. Хотя он полетел дальше покупать. Квантовые трубы. Ладно. Потом посмотрим. Что там получится. Может быть, когда-нибудь мы своего ящера и построим. Мы бы уже десяток купили и снабдили. И оборудовали бы. Ну, ладно. Посмотрим. Сообщение. Читаем, что там у нас. Здравствуйте. Мы закончили оборудование вашего корабля. И вы можете забрать его. Так. Связываемся. Давайте поговорим. Теперь корабль готов. Все улажено. Вам понадобится поместить в трюм некоторое количество мин в качестве взрывчатки. Блин, да что ж такое. Мы всегда использовали не менее 20, просто для уверенности. Когда все будет готово, разместите его так близко к астероиду, насколько это возможно. Но не дальше 5 километров. А потом удалитесь на безопасное расстояние. Хорошо. Нам просто нужно получить оплату, после чего управление кораблем будет передано вам. Передача управления кораблем завершена. Все, корабль уже разрушитель астероидов. Сурово, сурово. 2.25 на нем уже стоит. А была одна единичка, по-моему, всего лишь. Хитро. Сканер я ставил, было дело. А. А, не-не-не, стоит одна единичка, все правильно. И сотню батареи я ему дал. Так, теперь мин. Надо купить 20 мин с Квош, как я понимаю. Правильно? У нас других вроде бы... Так. Мины на борту. Нет, так, так, так. Корабль с не менее 20 минами. 20 минами. Давайте посмотрим, где мы можем купить мины. Так, другие товары. Это у нас, наверное, где-то в разделе техники будет, да? Нет. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А где же тогда мины? Может, они где-то в ракетах или... Нет. Корабли, ангары, фабрики, особые объекты. Мина с Квош. Да, других мин вроде бы у нас нет. Хорошо. Смотрим, где у нас центр дохода Альфа. Два завода с минами. Давайте посмотрим. Я, по-моему, ставил... А, вот здесь вот как раз. Ставил... Отлично. Девять и... И двенадцать. Супер. Мне хватает даже. Летим, прыгаем. Прям вообще. Прыжковый двигатель заряжен на десять процентов. Все удачно так сложилось довольно. Но пока что все удачно. Надо сохраниться пока. Все. Все еще идет удачно. Взорвем астероид. И, наверное, на этом серии уже закончим. Так. Сохраняемся. Давайте куда-нибудь на троечку. Главное, чтобы мины никто не купил. А то придется опять выбивать эти мины. Мне не хочется совсем. Так. Один. Второй завод. Выбор целью ближайшей. И погнали. 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 Фабрика Минск. Фабрика Минсквош. Альфа. Стыкуемся. Спликовка выполнена. От лица босса. Десять есть. Контакт с местной торговой сетью. Полетели к следующему заводу. Фабрика Минсквош. Бета. И еще десяток нужно купить. Спликовка выполнена. От лица босса Теладе приветствую вас. Все. Есть контакт. Хорошо. Теперь прыгаем в штаб-квартиру КДПН. Так. Где у нас ближайшие врата? Все равно. Тени другие. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. Сейчас загружаем, значит. Хотя можно даже было, знаете, как сделать? Штаб ПТН-Ай. Нашему разрушителю астероидов. Дать командную консоль прыгнуть в сектор. Давайте я лучше сначала туда прыгну. А то как-то прыгаем. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. Надеюсь, сектор еще принадлежит нам. Его, надеюсь, не отбили. Земляне, а то будет очень грустно. Вход в систему Край Еретиков. А нет, хотя тут просто сектор еще наш. Земной Осака. Осака. Земной Катана. Земной Йокогама. Йокогама. 12 километров от меня. Не знаю, погонятся они за мной или нет. Но буду надеяться, что нет. Давайте понаблюдаем за происходящим. Аргонский. Аргонский. Пентавр. Может, блин. Я бы и помочь хотел, конечно, но нет. Давайте посмотрим, кстати, кому сектор привезет. Принадлежит. Сектор принадлежит землянам. Если я уничтожу аргонский кораблик какой-нибудь, то, возможно, у меня будет какой-то с этого бонус. Ну, типа, репутация у землян повысится. Так. Мы пока стоим. Стоим мы слишком, наверное, близко. Или нет? Нормально. М-3 летит. Оу-оу-оу-оу. Еще один. И еще один. Да что же вы делаете? Что же вы делаете? Если я просто попробую сразу к астероиду. К астероиду. Так, я сохранился. Внимание, ракета. Оу. Оу. Внимание, ракета. По-моему, все плохо уже. Две ракеты летят ко мне. Давайте я сохранюсь такие где-нибудь. О, еще кто-то прыгнул на четверочку. Да, по-моему? Все очень-очень плохо. О. Надеюсь, мои турельки справятся с ракетами. Одна взорвалась. Вторая взорвалась. Третья взорвалась. Ну, надо просто дождаться, когда от ворот отлетят. Ну, они не отлетят от ворота. О, нет. Внимание, ракета. Все весьма плохо. Сектор у нас отобрали. Я не успел. Я не успел. Что же мы будем делать? Я даже не знаю. К нам, смотрите, сколько тяжелых кораблей летит. Альдрин. Перевозка руды. Этот класс кораблей был создан на базе зимнего цветка. Корабля, который впервые исследовал сеть ворот. Новый корабль предназначен не только для исследовательских целей. М6. Три двухсотки. Ну, короче, все это меня не радует совершенно. У него скорость в разы больше, чем у меня. Но он вроде бы не за мной летит. Он так, куда-то летит. Лен, ну вот. Ай-яй. А, хорошо. Щиты. Выдержали. Выдержали щиты. Так. Давайте я сейчас прилечу. Жалко, что ко мне он прыгнуть не может. Вот прям вот ко мне, на меня. Жалко, что я не являюсь таким, там, я не знаю, маяком. На которую можно было бы прыгнуть. Фабрика Раймс. Ранчо. М. Альфа. Да. Так, а где врата у нас получается? Давайте сейчас посмотрим. Или там как раз вот сейчас. Южные врата. Выбрать целью. Врата друг труда. Построить я вижу. А, вот врата. Все, все, все. Там, конечно, беспредел творится. Давайте мы сейчас приблизим. Немного. Да. Явно наш... Как он там? Назывался этот? Разрушитель астероидов. Если из врат вылетит, то он сразу же там помрет. Бедняга. И станции. Станции все просто уничтожают. Пшеничная ферма. Фабрика Раймс. Эль Альфа. И наших кораблей тут не видать. Кстати, подождите. Смотрите. Вроде бы от врат все немного отвлеклись. Вроде бы. Вроде бы. Давайте сейчас сохранимся. Я не знаю, так ли это. Куда мы тут можем сохраниться? Давайте сюда сохранимся. На единичку. И скажем... Блин, у него, конечно, еще и скорость такая у того корабля. Это надо было что-то побыстрее брать. Наверное. Так. Попробуем. Сейчас просто загрузимся, если что-то пойдет не так. Разрушитель астероидов. Приказы. Навигация. Прыгнуть в сектор. Нет. Не в штаб-квартиру. КДПН. Про еретиков. Буду надеяться, что... Команда принято. Так. И сразу следовать за мной. Следуй за мной. Смотрим. Ой-ой-ой. Нет. Все весьма плохо. Приказы. Командная консоль. Навигация. Лететь в точку. Лететь в точку. Лети куда-нибудь сюда. Команда принята. Улетай. Быстрее улетай. А они ко мне летят. Они ко мне летят. Они тупо всех поуничтожали и ко мне летят. Ну как вы меня видите? Я же не должен... Находиться в зоне действия ваших радаров. Нет. Все это... Два Токио. Осака. Нет. Я тут не справлюсь никак. Да тем более уничтожать я их совершенно не хочу. Пшеничный, земной, оперативная группа. Осака. Они тупо все ко мне летят. Да. На меня нацелены. Пшеничная ферма. Эль Альпа. Земной, оперативная группа. Токио. Они будут лететь за мной все время. Мне почему-то кажется. Куда бы я сейчас не скрылся. Будут пытаться. Тут тем более еще и планета. Что весьма неудобно. Давайте попробуем от них как-то уйти. Уйти. Но мне кажется не получится у нас. Нет. Нет. Это все. Все не то. Так. Они по-моему теперь к этому летят. К кораблику моему. Так. Приказы. Командная консоль. Навигация. Лететь в точку. Давайте сейчас. Ну блин. Еще карта. Это постоянно отдалять. Приближать надо. Неудобно весьма. Так. Ага. Я не вижу куда лететь. Лети куда-нибудь сюда. Команда принята. Там вот елки-палки. Жалко нельзя поставить постоянно. Чтоб. Карта была. На максимум отдалена. Нет. Ну вот он прицепился. И все. Что ты будешь делать. Ну уничтожить я его просто-напросто не смогу. Мне кажется. Да если я сейчас с ним начну воевать. То думаю, что подключатся другие корабли землян. И все. На этом все закончится. Давай попробую я отлететь куда-то подальше. Может. Ага. Все за мной летят. Всем пофигу. Хотя нет. Не за мной. Они сейчас еще думают куда. Может этого убить. Если бы я хотя бы ему мин бы дал. Было бы совсем другое дело. Но мин я ему не дал. Я стероиды на карте не видно. Что самое обидное. Так. Сколько там дистанции? 28. Километров. Прилипли, гады. Прилипли. Не. Ну короче тут не получится ничего. Уничтожать я их не хочу. Даже если бы у меня и получилось. Я не уверен, что у меня получится. Но просто-напросто не хочу. По той причине, что не хочу с ними портить еще больше отношения. Поэтому тут вижу только один вариант подождать, пока прибудут земные корабли. Если они прибудут. Еще один там здоровенный летит к нам. Ракетные уже тоже стреляют. Внимание, ракета. Там видимо наших совсем не осталось. Ну ладно, ребят. Я наверное просто-напросто на этом тогда серию закончу. На самом интересном. Фантом. Цель в зоне поражения. Ну давайте, давайте мои эти турельки. Пил-пил-пил, нет? Пил-пил-пил. Пил-пил. Разрушитель астероида, блин. Цель отнимания, ракета. Стоп, это уже земные станции стоят что ли? Да. Орбитальная станция защиты. Орбитальная станция защиты. Ну тут надо просто ждать, пока мы отожмем этот сектор. И тогда, тогда я смогу продолжить. Потому что... Тут я как бы... Пока что вариантов не вижу. Если бы хотя бы... В зону действия радара я не попадал бы... Если бы да, ну... В зону действия радара этих кораблей я мог бы вылететь, И они все забывали бы про меня. А так... Конечно, не очень. Не очень. Ну ладно. Хотя есть еще вариант. Нет. Все, вариант... Сегодня уже варианты... Исчерпан. Наверное. Или же давайте мы все-таки... Попробуем загрузиться. На троечке, по-моему, у нас... Последнее нормальное сохранение. Где я только, по-моему, прилетел в этот сектор. Или где-то там рядышком. Внимание, ракета. Я, по-моему, сохранился, а не загрузился, да? Да, я сохранился, а не загрузился. Блин, вот это фейл. Ладно, ну на 21 посмотрим, что у нас тут было. Где я уже здесь? Ага. Понятно. Так, ладно. Давайте попробуем. Сейчас корабли все тут спаунятся. Оу-оу, вторая ракета тоже по мне попала. Ладно, все, это гейм-овер. Ладно, я уже продолжу в следующий раз, когда здесь мы будем. Хотя, может, здесь будем и скоро. Но, в любом случае, продолжу уже в следующий раз следующая серия. Все, ребят, на этом всем спасибо за просмотр. Всем пока. И вот такие тут у нас неприятности случились. Ну, ничего, до следующей серии.